Уважаемый Михаил Яковлевич, уважаемые коллеги, вашему вниманию представляется история болезни пациента, которому 56 лет. Летом 11-го года он поступил в Институт кардиологии. Жалобы были типичные. Учащение приступов стенокардии, снижение толерантности к физической нагрузке. Всё это как-то усугубилось 10 дней. Затяжной приступ стенокардии более 30 минут в покое был при ходьбе. В день накануне поступления он прошёл самостоятельно, после остановки. А также был приступ покоя утром в день госпитализации. Какой анамнез? Ну, 40 лет гипертоник, ну, такой весьма умеренный. Знает, что повышенный холестерин, нарушение толерантности к глюкозе. Есть клиника перемежающейся хромоты. В декабре 2005 года за 6 лет до поступления переносит нижний инфаркт. Принимал аспирин, статин и бета-блокаторы. И за 3,5 месяца до поступления он поступил в институт имени Склифосовского. Это было в марте 2011 года. Ему там сделали кронарографию и обнаружили фактически трёхсосудистое поражение. В передней нисходящей артерии были два субтотальных стеноза, как это написано. К сожалению, мы этого уже не могли видеть. И туда установили два друг за другом покрытых стенда. Ну, как написали по витальным показаниям. Когда его выписали в марте, ему был назначен колопидогрил 150 мг на 2 месяца. С мая вот уже дозу уменьшили, то есть максимально возможную. Дали аспирин, бета-блокаторы, ингибитор АПФ и статины. Назначенные препараты принимал регулярно. 3 месяца стенокардия не беспокоила. А вот, как уже было сказано, стенокардия возобновилась за 10 дней до поступления. И накануне был приступ стенокардия. Вот его кардиограмма при поступлении. Ну, вы видите, что там в течение одного дня кардиограмма менялась. Появлялись вот эти вот депрессии. Ну, мы видим, что в 9 утра это было, значит, в виде появления отрицательных зубцов Т с отведения там В2 по В6. Есть появление депрессии сегмента СТ с отведения с В3 по В4. Через там какое-то время некоторые зубцы стали положительные, степень депрессии уменьшилась. То есть колебания конечной части желудочного комплекса. Вот есть несколько шкал оценки риска. Вот шкала ТИМИ. Давайте посмотрим. Она простая. И все эти факторы, они здесь перечислены. Вот смотрите, что есть у нашего больного. Колебания СТ есть. Три фактора риска есть. Прием аспирина в предшествующие дни присутствует. Более двух приступов стенокардии за 24 часа тоже есть. Стенозы в коронарных артериях, безусловно, есть. Значит, сколько у него баллов? Набирается 5. Таким образом, риск у 26% в течение там 14 дней. Либо он умрет, либо разовется инфаркт, либо ему потребуется срочная ревосклюризация. Безусловно, это больной высокого риска. Есть еще одна шкала Грейс. Она, безусловно, считается более точной, но для нее нужен компьютер. И в реальной жизни, я не думаю, что большинство наших практикующих врачей могут ей пользоваться. Почему пациенту было показано проведение срочной коронарографии? Все вы знаете вот этот метаанализ, который, в общем-то, сделал, позволил сделать такой вывод. И за 5 лет наблюдения было показано, объединив вот три исследования с больными острым коронарным синдромом, что скорейшее ангиопластика и стентирование снижает не только относительно, но и абсолютное снижение смерти инфаркта очень существенно, особенно у больных высокого риска. Нужны ли больному антикоагулянты и как выбрать оптимальный? Ну, вы знаете, что в настоящее время всеми обществами одобрено 4 антикоагулянта для больного с острым коронарным синдромом. Это биволерудин, гепарин обычный, из низкомолекулярных оставлен только иноксопарин и есть, безусловно, фондопаринокс. Что следует учитывать при выборе антикоагулянта у больного с острым коронарным синдромом? Конечно, функцию почек, быстроту и возможность быстроты выполнения коронарографии, оценить вероятность введения блокаторов гликопротеиновых рецепторов, ну и, конечно, риск кровотечения. Уже достаточно давно, где-то с 2009 года, когда появились вот эти европейские рекомендации по ревоскулиризации миокарда, были сформулированы очень три важные, с моей точки зрения, позиции, касающиеся антикоагулянтов у больных с ОПС. Плохо менять антикоагулянт, потому что это увеличивает число кровотечений, и плохо продолжать антикоагулянт после успешного черезкожного коронарного вмешательства, продление антикоагулянта, только повышая чистоту кровотечения, никак не влияет на исходы. И, конечно, выбирать антикоагулянт нужно на основе стратификации риска больного и с учётом риска кровотечений. По сути дела, всё то, о чём я говорила, изложено и в последних рекомендациях Европейского общества кардиологов, касающегося острого коронарного синдрома без подъёма сегмента СТ. Пациенту в отделении начали ноксопарин, дали дополнительно 300 мг колопедогрелла и доставили в ангиографическую лабораторию. Здесь я хотела показать, что стенты действительно стоят в передней исходящей артерии. Когда вели контраст, то совершенно отчётливо были обнаружены признаки тромбоза стента, стоящего в передней исходящей артерии, видите, окклюзия правой коронарной артерии. Но, учитывая, что был обнаружен коронар ангиографический тромбоз, признаки тромбоза, то решили, что вообще в соответствии с рекомендациями такому больному положено ввести ингибитор гликопротеиновых рецепторов. В кардиоцентре есть монофрам, рассчитали дозу в зависимости от веса, и, что чрезвычайно важно, измели активированное время свёртывания крови. Это обязательная процедура перед назначением гликопротеиновых рецепторов. Ну и пациенту сделали ангиопластику, и вот результат, в общем-то, этой процедуры. Что делать с больным дальше? Ну, учитывая, что риск ретромбоза сохранился, мы поддерживающую дозу клопидогреля увеличили до 150 мг, продолжили, но ксапарин всё-таки, потому что, конечно, сомнения были, что этого будет достаточно. Ну, на третий день отменили иноксапарин, и через два дня у пациента возобновились приступы станокардии в покое. Ну, и решили возобновить иноксапарин. Ну, учитывая всё это, мы решили проверить чувствительность пациента к клопидогрилу. Ну, почему? Потому что есть люди, которые, скажем, малочувствительные, их не так много, и люди, которые малочувствительные к клопидогрилю, носители гомозиготы и гетерозиготы, у них чаще встречается тромбоз стента. Вот видите, это показано в нескольких исследованиях, и наличие гомозигот в 4,5 раза повышает риск тромбоза, ну, в первые 30 дней или в течение нескольких первых месяцев после установки стента. О чём говорят рекомендации? Вот насколько, как бы, к этому относятся эксперты, насколько часто это нужно делать? Ну, надо сказать, что говорят, впервые в европейских рекомендациях в 2011 году появилось, что генотипирование может быть использовано в отдельных случаях при лечении клопидогрилом, в том случае, видите, если это может повлиять на выбор лечения. Ну, вот мы сделали это исследование, сейчас это доступно и в Москве, и очень во многих городах, и вы видите, он оказался той самой гомозиготой по второй аллеле, цитохрома-2019 по второй аллеле. Ну, в связи с этим нам с вами надо выбрать оптимальную для больного антитромботическую терапию. Мы клопидогрил поменяем на тикагрилор в дозе 90 мг 2 раза в день, и ноксопорин отменили через 5 дней, и, в общем-то, мы этого пациента выписали. Какие у нас были основания заменить клопидогрил на тикагрилор? В общем-то, они были, конечно, и без генетического исследования. Ну, почему? Почему у тикагрилора нет этой зависимости? Потому что тикагрилор – это не про лекарства, ему не нужен метаболизм, он начинает действовать достаточно быстро. Потому что та генетическая зависимость, которая есть у клопидогрила, она отсутствует у тикагрилора, и это было показано в специальном подисследовании ПЛАТО, где специально происследовали генотипы, и вот видите, у носителей и неносителей, медленно функционирующих аллелей. В любом случае, эффект тикагрилора оказался лучше, но особенно для тикагрилора совершенно не имело значения носительство медленно функционирующих аллелей. Ну, надо сказать, что есть ещё основания полагать, что, может быть, тикагрилор позиционировалось как лекарство более сильное, более сильно подавляющую степень агрегазы тромбозитов. Этот слайд мы давно показываем, но хочу подчеркнуть, что эти данные получены на больных со стабильностью на кардии. Да, у больных с стабильностью на кардии тикагрилор и быстрее, и как бы сильнее подавляет функцию тромбозитов. Но то, что касается больных с острым горонарным синдромом, в частности, больных с инфарктом миокарда с подъёмом сегмента СД, то здесь, в общем-то, как бы есть определённые, скажем, но не то чтобы сомнения, но есть данные, которые показывают, что не всегда это так в отдельных случаях. Вот очень небольшое исследование, видите, люди получали и тикагрилор, и прозугрел. И вот видите, через 2 часа-то, в общем, всё оказалось примерно одинаково. И вот сейчас я сюда вставлю данные по трилоджи. Это исследование, где тоже сравнивались различные дозы клопидогрила. Я это говорю за тем, чтобы сказать, что у больных с острым горонарным синдромом ситуация, в общем-то, отличается от больных с стабильностью на кардии. И возможно, что не все эти эффекты обусловлены именно положительные преимущества тикагрилора, преимущественно обусловлены только антитромбоцитарным действием. Но эти слайды вы все видели, Игорь Семёнович и показал. Хочу только единственное сказать, что у тикагрилора оказалось удивительное такое свойство, когда он снижает сердечно-сосудистую смертность, в общем-то, на 21%. И самое главное, что вот этот накопительный эффект, вроде бы, вот это вот расхождение линий, оно сохраняется на протяжении года. И, в общем-то, пытались найти, может быть, какие-то другие механизмы воздействия тикагрилора. И вот эта общность молекул тикагрилора с аденозином, она наводила на мысли на то, что, может быть, надо искать какие-то другие механизмы положительного эффекта тикагрилора. И вот совсем недавно было опубликовано экспериментально, но, на мой взгляд, очень интересное исследование на добровольцах, у которых измеряли коронарный кровоток, возрастающих, ну, после внутривенного введения возрастающих доз аденозина. И вот смотрите, его измеряли на фоне тикагрилора и после приёма плацебо. И вот скорость коронарного кровотока, которая должна возрастать на внутривенное введение аденозина, она на фоне приёма тикагрилора возрастала существенно больше. То есть, чем больше концентрация тикагрилора, тем больше коронарный кровоток. И всё это подавлялось эффектами теофилина. И в заключение я покажу только рекомендации. Да, в европейских рекомендациях тикагрилор поставлен на первое место, но вот Михаил Яковлевич этот вопрос задавал, у меня этот слайд был заготовлен. В американских рекомендациях всё как-то несколько пока скромнее, потому что все три ингибитора P2Y12 рецепторов имеют в американских рекомендациях одинаковый класс и уровень доказательств. Тем более, что написана детализация для каждого из препаратов. Для колопедагрила это обязательно нагрузочная доза в 600 мг. Для паразогрила ограничения, связанные с использованием препарата у больных с высоким риском кровотечений. Ну и что касается тикагрилора, чрезвычайно важно обеспечить двухразовый приём и приверженность к лечению этим препаратом. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok